Пока муж звонит в дверь, жена прячет любовника за тумбочкой, на которой стоит телевизор. Муж сразу включает телевизор и устраивается напротив кресла смотреть футбольный матч любимой команды. Жена, желая вымыть мужа из комнаты, кричит ему из кухни. Дорогой, взгляни, со стола на пол упала тарелка с супом и даже не расплескалась. Это просто чудо. Муж отмахивается. Тоже мне чудо. Тут левого полузащитника сейчас в поле удалили. Так он мимо меня в одних трусах прошел. Батюшка с дьяконом пьют водку. После каждой рюмки батюшка гладит живот и говорит, не пошла, наливай. Наконец дьяк не выдерживает и спрашивает, батюшка, отчего не пошла, водочка что ли плохая? Да обратно не пошла, наливай давай. Вот молодежь пошла. Дочка в 16 лет шляется всю ночь по дискотекам, черт знает чем занимается, а маму с 30-летием поздравить забыла. Слышал, что теперь МВД будет не просто бороться с коррупцией, а объявлять ей войну. Не пойму, а в чем разница? Ну как же, на войне трофеи принято оставлять себе. Василий Иванович и Петька, Анка ползут по полю, типа в разведку. Анка впереди, Василий Иванович в середине, Петька замыкающим. Василий Иванович у Анки спрашивает, Анка, а у тебя батя случайно не столяром был? Нет, Василий Иванович, а с чего ты решил? Да ножки у тебя, Анка, точеные, загляденье. Дальше ползут Василий Иванович опять. Анка, а может у тебя отец столяром был? Опять не угадал, Василий Иванович, не был у меня батя столяром. А ты почему спрашиваешь? Да груди у тебя, Анка, литые. Петька сзади. А у тебя, Василий Иванович, батя случайно не с землепашцем был? угадал то то я уже полчаса по борозде ползу поймал старик золотую рыбку она взмолилась и говорит деду отпусти меня дед я любое твое желание исполню хочу быть героем советского союза и остался дед один с двумя гранатами против пяти танков